Глава Сочи решил пройтись по Армавирска. Из первых же шагов – жалобы жителей. Район спальный, а вот тротуаров нет. В своё время они оказались застроены торговыми павильонами, а некоторые и вовсе разбиты до нельзя. Анатолий Пахомов пообещал жильцам – тротуары будут. Будет и остальное благоустройство. По его поручению эти дворики внесут муниципальную программу. Сразу после этого станет ясно, когда именно начнутся работы. В этом году мы постараемся начать дворовые территории, вот то, что мы сейчас увидели, сделать полностью благоустройство двора, со тротуарами, с зелёнкой. Если не получится в этом году, мы не можем сейчас сказать, хотя бы смотреть, когда нам деньги эти просто дадут. Если дадут на следующую, на следующую. Но сделать – сделаем. На муниципальной земле расположены и ларьки, и гаражи. Из-за них жителям приходится ходить по проезжей части. Сегодня же по поручению главы начался демонтаж незаконных строений. Всего более 50 объектов. Мы там по поручению главы города сегодня, администрация Лазаревского района, примет решение по сносу торговых частей, торговых павильонов, которые остались порядка 7-8 точек. И возможность для расширения улицы Армавирская в сторону Сбербанка будет. Неподалёку активно идёт строительство высотного комплекса. Здесь всё по закону. Земля была выкуплена давно, все разрешения получены. Однако застройщик ещё в прошлом году пообещал жителям сквер. Пока же обещания не выполнил. Хотя от своих слов не отказывается. Анатолий Пахомов отметил, вести работу надо в тесном взаимодействии с жителями соседних домов. Тогда не будет и лишней напряжённости. Показывайте жителям, где вы парковать будете, сколько квартир и где эти парковки. Сколько квартир, сколько должно быть машиномест. Если они у вас там, ради бога. Что касается сквера, должен быть сквер. По словам главы, необходимо провести собрание жителей и решить, что будет на месте пустыря. Я взял 10 дней для того, чтобы наши архитекторы вместе с застройщиком и вместе с главой района сделали предложение по благоустройству данного микрорайона. И буквально через 10 дней мы со всеми жителями этого микрорайона обсудим те предложения, которые мы сделаем по благоустройству. Я думаю, что примем решение, определим дорожную карту и до конца этого года этот микрорайон приведём к нужному благоустроенному виду. Рынок выходного дня также нуждается в благоустройстве. Нет нормальных торговых рядов. Вместо бетонированной площадки – гравий. Глава города распорядился заасфальтировать место и привести в соответствие с санитарными нормами. Срок на это – полтора месяца.